Что касается ситуации в промышленности и некой политической промышленной политики, то мы должны признать здесь, что мы испытываем определенное поражение, причем такое перманентное поражение на протяжении многих лет. Связано оно прежде всего с идеологией, с пропагандой, с изменившимся трендом, который на телевидении существует сегодня по сравнению с советским телевидением, когда чрезмерное захваливание человека труда привело к отторжению этой идеи. В равной степени, как и сегодня, человек денег затмил с собой абсолютно все, и продажность является одним из аргументов, или будем говорить, одним из атрибутов твоего движения вперед. Если ты продаешь и покупаешь удачно, неважно кого, машины, товары, себя, важно, чтобы ты умел это правильно продавать и покупать. Вот эта идеология, она сегодня отторгает целостное понимание человека, что без труда он не может существовать. Труд интеллектуальный неизмеримо выше, чем возможность правильно организовать тот или иной торговый, так сказать, производственный процесс. Очень многие ориентиры потеряны, и отсюда определенные проблемы и в промышленности, потому что, несмотря на то, что большие деньги достаточно, в отдельных случаях платят с отдельным специалистом, престижность человека труда сегодня фактически на нуле. А следовательно, опять это является прямой задачей и одновременно прямой ошибкой государства, государственного аппарата. И хотя Министерство культуры, которое, естественно, из Министерства культуры превратилось в Министерство пропаганды, агитации существует, но оно этой темой совершенно не озадачено, потому что, в том числе и руководитель этого министерства, это человек, пришедший из бизнеса, который в основном рассматривает свою позицию по отношению к министерству, тоже применительно с точки зрения бизнеса, коммерции, выгоды, денежных потоков и всего того, что не имеет ничего общего и какого отношения к культуре.